День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Итак, продолжаем утро на Болткоме. 18 октября, понедельник. Всё ещё плюс 4 и солнечно на улице. Прекрасный осенний день. Давайте поговорим о том, что мы едим, что мы пьём, что мы надеваем на себя и сколько всё это может стоить. А всё потому, что разработана новая потребительская корзина. Расходы одного работающего в Риге 423 евро в месяц. Напомню, что потребительская корзина – это примерный расчётный набор минимальных материальных благ и услуг, которых характеризует типичный уровень потребления человека или семьи. Вот такая околонаучная справка. Теперь историческая справка. Последний раз потребительская корзина утверждалась в Латвии в 1991 году. Тогда в неё входил очень ограниченный набор товаров. Например, одни сапоги на 8 лет, две пары носков. Интересно, что изменилось с тех пор. С нами на связи Инна Стеценко, экономист-профессор, представитель факультета транспорта и менеджмента ТСИ. Доброе утро, Инна. Здравствуйте. Доброе утро, уважаемый Александр. Доброе утро, уважаемые радиослушатели Радио Болтков. Давайте поговорим с вами, что же такое всё-таки эта потребительская корзина, о чём она говорит и поможет ли она… Ну, это, в принципе, описание бедности. Вот этот вот набор – это минимум. То есть всё, что меньше – это прям нищета. Всё, что плюс-минус – это худо-бедно, можно выжить, кое-как протянуть. Не от хорошей жизни все эти корзины составляются. Так вот, основной вопрос – насколько изменилось наше материальное благополучие, какая тенденция, в какую сторону меняется, если меняется, и поможет ли это в борьбе с бедностью. Потому что, осознав вот этот минимум, соответственно, можно либо рассчитать новые пособия какие-то, либо скорректировать рынок труда. Итак. Итак, спасибо большое, Александр, вам за интересный и животрепещущий вопрос. Здесь, если мы говорим с вами о минимальном прожиточном минимуме, то здесь это не околонаучно. То есть в науке и в других странах дело не только в науке, а в методике, методологии расчёта. Происходит это таким образом. Значит, соответственно, каждому региону, государство разрабатывает вот эту минимальную корзинку. То есть минимальная корзинка – это как раз порог бедности, это тот минимум, который нужен человеку для физиологических потребностей. То есть если у нас он рассчитывается, вот то, что наши прекрасные специалисты рассчитали эту корзинку, значит, в среднем из расчёта вот 2000, условно говоря, 2200 килокалорий, которые человек должен потреблять. Естественно, там нет ни красной икры, ни каких-либо деликатесов, но вот этот минимум, то есть в науке, он должен идти таким образом. Сколько в твоём регионе тебе нужно съесть калорий, чтобы себя содержать, извините, обогревать, именно физиологически мы пока говорим о продуктах питания. И, естественно, для того, чтобы дальше наслаиваться на это, более-менее просто всё-таки жить с учётом того, что, ну, может быть, тебе нужно, может, и в кино сходить, и, может быть, вдруг ты чего-то захочешь. То есть нынче мы об этой корзинке говорим, об этих 423 евро запитая и ещё чего-то, значит, это о том, как тебе восполнить эти калории. Дальше, уважаемые Александры и все радиослушатели, естественно, должны знать, что это делается не с конца, а дальше на этой потребительской корзинке рассчитывается минимальная заработная плата. То есть это вполне логично. Сколько человеку нужно для восполнения собственной энергии и просто для того, чтобы вот встать, идти на работу и продолжать жить, то есть далее от этого зависит ваша минимальная заработная плата, минимальная корзинка, дальше минимальная заработная плата и минимальный прожиточный минимум. То есть эти все категории, они у нас существуют. Поэтому это вот эта вся линейка. Но мы немножечко пошли другим путём. И если мы говорим, например, о содержании нашей корзины, то, конечно, какие-то… Ну, градация, она была всегда. У Рига, понятно, в столице всё немножечко дороже по цене. Это другие регионы. И лауки, да, это фермерские или крестьянские хозяйства живущие. То есть это немножечко было по-другому выглядело. То есть, конечно, если у… Как бы это общее такое введение, скажем так, в наш маленький диалог, чтобы мы понимали о дефинициях, о которых говорим. Здесь мы говорим о следующем, что если, например, у среднего латвийца это идёт 4 килограмма помидора в год, то для итальянца это 90. Потому вот на этого рассчитывается его потребительская корзинка в Европейском Союзе. То есть и предпочтительные факторы, они тоже здесь учитываются. То есть мы говорим об этом прежде всего. И, значит, я бы что хотела здесь ещё, может быть, добавить, что эта потребительская корзинка, которая от неё уже минимум, соответственно, обоснуется. И вы тоже, Александр, прекрасно знаете, зная ваше замечательное образование. Да, и в общем уровень эрудиции, конечно, знаете, что у нас есть нормы Европейского Союза, то есть это всё не берётся вдруг откуда ни возьмись. Значит, есть программа, та, которая была Европа-2020, там они сейчас все забыли и помалкивают. Да, это как раз-таки борьба с бедностью, которую вы правильно и очень, кстати, упомянули. Она остаётся животрепещущей проблемой для всего Европейского Союза. Поэтому, в принципе, конечно, шаг сделан. И если сравнивать с прошлым потребительской корзинки, то, конечно, добавлено с учётом. Но крупы были всегда, то есть это тот минимум. То есть корзинка фактически носит минимум-миниморы. Профессор, знаете, что смущает? Что разработка нынешней корзины длилась с 2014 года. Прошло 7 лет. Поменялось много. Не будем сбрасывать со счетов инфляцию. Насколько эта картина соответствует реалиям, то, что они насчитали? Александр, конечно, да. В идеальном обществе, можно я так скажу, да, в идеальном обществе или, скажем так, в социально более лучшем обеспеченном обществе, конечно, должно делаться так, как я сказала предыдущая. Рассчитали, сколько людям надо, обозначили минимальную корзинку, обозначили прожиточный минимум, на него накинули минимальную зарплату, и дальше от нее все отплясываем. Ну, извините за терминологию, да, начинаем дальнейший расчет. Если мы говорим о нашей ситуации, то мы, уважаемый Александр, обозначили минимум, то есть мы обозначили минимальную заработную плату. Вы и все радиослушатели об этом прекрасно знаем, да, то от нее начинаем плясать. Конечно, то есть с 2014 года, к чему, почему 2014 год? Естественно, что мы тогда все-таки и стояли перед нами цели 2020 году, там, снизить ценное количество бедностей и все такое. Конечно, ну, конечно, реальному человеку сложно это выполнить. То есть, говоря, вы хотите услышать мое мнение, и все время меня в это зазываете в этот процесс. Мое мнение, конечно, с трудом мы ходим, конечно, это по острию ножа. Естественно, что если мы говорим дальше все платежи и все остальное, то, конечно, это действительно порог бедности, да, то есть то, что есть с классификацией, это порог бедности и социальной изоляции, да, про которую говорится. Но, знаете, как в домохозяйствах, то есть сейчас модно говорить не в семьях, а в домохозяйствах не все регистрировали свои отношения и так далее, да, то есть если у тебя, значит, то есть твой доход на твоя минимальная заработная плата должна составлять 60%, ну, такого, вот, скажем так, простым языком, от среднего дохода населения в твоей стране. Если мы заявили Европейскому Союзу 800, дай бог мне памяти, 56 или 58, 858 евро брута у нас доход, ну, вы посчитайте эти 60%, значит, минимум, он как раз-таки получается 497 евро. Ну да, приблизительно так и получается. Хорошо, тогда в итоге результат этого труда титанического семилетнего, он, получается, будет иметь просто такую справочную статистическую ценность? Ну, справочно-статистическое – это тоже хорошее определение, мне очень нравится, да, ёмкость ваших высказываний. Поэтому, Александр, действительно, это нужно в том числе для. Конечно, какие будут дальше последствия, вы же понимаете, что минимальная у нас заработная плата увеличилась, да, с этого года, естественно, это влияет на неблагаемый минимум, налоговый минимум. Та, которая ситуация у нас есть в нашей стране, вот я пытаюсь все зоны сюда притянуть, да, мы понимаем, что многие остались безработными. То есть на минимальной заработной плате из 850 тысяч работающих у нас сидят 134 тысячи. Прибавить ещё определённое количество, это вот на июль 2021 года. То есть фактически прибавьте к ним количество безработных, это 20% населения, 20% работающего населения, прошу прощения, плюс-минус погрешности, ну, считайте, что каждый четвёртый живёт минимум и с этим порогом. Ну, конечно, тяжело. Короче, откуда налоги-то брать, господа, товарищи? Прекрасный вопрос, прекрасный вопрос. И, кстати, в эфире в WhatsApp-чате тоже активно участвуют наши слушатели, даже вот пошутили, что выход может быть трёхразовым питанием по понедельникам, средам и пятницам. И вопрос прозвучал, как может быть пенсия 250, а потребительская корзина почти 500? Ну и этот вопрос предполагает действительно следующий, станет ли этот результат потребительской корзины выведенной документом для расчёта новых пособий и социальных услуг? Александр, конечно, болевой вопрос. Естественно, мы все живём в социуме, всегда обращаем внимание, конечно, на людей, которые, конечно, и на пенсионеров, в том числе, на ту нашу уязвимую часть населения сейчас работающих, которые действительно честно работали, проработали всю жизнь, платили вот эти самые налоги. Конечно, это нонсенс, конечно, это нонсенс. И мы понимаем, что не может быть минимальное, что не может быть ни в коем случае, это просто никогда. Пенсия быть ниже, чем у тебя потребительская корзинка. Нет, она от этого и основывается. И в этом есть излом, безусловно. То есть, как бы, извините, в нормальной ситуации, ну вот в такой вот, как бы мы делали, как мы делаем, исходя из опыта наших европейских, более, скажем так, богатых государств. Естественно, сначала вот то, что, как я сказала, сначала было слово, да? Поэтому сначала есть вот эта минимальная потребительская корзинка. От него определяется прожиточный минимум, туда добрасывается, а потом уже идёт расчёт и все минимумы, которые могут позволить. Поэтому мой ответ к замечательным радиослушателям умной просвещённой аудитории не может. В идеальной ситуации не может. Но поскольку у нас ситуация не идеальная, знаете, Александр, это как вот бюджет семьи. Я понимаю, с другой стороны, и наше представительство, вот те налоговые поступления, которые лишилась страна, вот он так же сидит, я имею в виду он, я понимаю, это вот чиновники, они так же сидят вот с этим кошельком, да, и думают, ну вообще, как вообще вот раскидать семь сестрам по серьгам, да? А серьги-то вроде как надо раскидать, а кидать-то не из чего. В таком случае время на исходе. Последний вопрос. Как мы будем пользоваться этой информацией? Чем полезным она может обернуться для нас, я имею в виду для общества? Какие-то изменения такие грядут или нет? Или просто действительно, по факту, у нас прожиточный минимум вот такой, ну и как бы и живём дальше? Ну, конечно, точно так же, да, то есть, в принципе, куда она, то есть на ней должно наслаиваться всё остальное, чтобы мы знали в динамике, ну, в динамике куда идти, чтобы мы развивали дальше свою минимальную зарплату. И при условии, что мы будем больше работать, а вдруг и будем лучше жить, естественно, будем думать, что, может быть, вместо двух пар носок вы, уважаемый Александр, и вся мужская аудитория получит три пары на суток в год. Это то, ради чего действительно имеет смысл каждый раз просыпаться и ползти на работу из тёплой постели ранним-ранним морозным утром. Спасибо огромное. Мы благодарим профессора-экономиста Инус Тыценко, факультет транспорта и менеджмента ТСИ. Ещё раз спасибо. Хорошего дня. Утро на Болткоме объявляется закрытым, но работа радиостанции, конечно же, продолжается. Впереди добро пожаловаться и диагноз недели. Зелёная лампа сегодня, а не во вторник. Ну и портал Микс Ньюс ЛВ, конечно же, в круглосуточном режиме. К вашим услугам. Хорошего дня. Я прощаюсь и уступаю студию коллегам. До свидания. На одной волне с городом. Радио.